Мною принято решение о назначении вас управляющим делами президента. Должность среди 11 высших должностных лиц. То есть вы не просто управляющий делами президента, но и будете дополнительно заниматься вопросами как высшее должностное лицо. Это значит, что не ваших вопросов в Беларуси нет. Они все ваши. Где бы ни ходили, ни передвигались, что бы вы ни делали, то ли вы в магазин пошли, увидели что-то так, не так, так, поблагодарили, не так, замечания сделали, спросили. Или же вы побывали на каком-то предприятии. Всегда для высших должностных лиц на каждом метре нашей Беларуси есть дело. Это не патетика, это не громкие фразы. Так должны работать высшие должностные лица. Второе. Времени на раскачку нет. Обстановку вы видите. Она, слава богу, не критическая, но нам ни в коем случае нельзя допустить критичности этой обстановки. Поэтому я сделал выбор, исходя из вашего опыта. Вас в жизнь побросало, начиная с круглого рассвета. Вы всегда шли туда, где было тяжело, где надо было навести порядок. Я это очень ценю. Я это никогда не забуду. Но это не значит, что легко будет. Все считают, что управление делами президента – это то, что вот дворец независимости и загородная резиденция президента. Да нет, управление делами президента – это махина, огромная махина. В свое время, ну, самое тяжелое предприятие, допустим, Белл, художник, промысл. Я их спасал просто, поэтому под крыло взял. В национальных парках Беларуси был разбой полный. Мне пришлось их тоже взять под крыло, чтобы навести там порядок. Сегодня мы имеем результат, неплохой результат. Но есть и недостатки, над которыми надо работать. Ну и третье. Я, как мог, спасал потребкооперацию, позицию вы мою знаете. Насколько можно было ее спасать при той жестокой конкуренции и, скажу откровенно, накатом. Мы ее сохранили. Те функции, которыми сегодня занимается потребкооперация, ими никто не обладает и не особо рвутся к тому, чтобы крестьян обслуживать. А нам надо их обслуживать. Это соль земли нашей. Мы сами с тобой были крестьянами и являемся на природе своей крестьянами. Понимаем, что бросить людей в селах, деревнях, агрогородках, небольших поселках, да и в районных центрах нельзя. Это треть населения, фактически, Беларусь. И мы будем делать все для того, чтобы их поддержать. Поэтому под вашу персональную ответственность вместе с администрацией, президентом и правительством подберите руководителя и внесите предложение. Поедем с вами в определенное время в потребкооперацию, я уже давно там не был, и поговорим о проблемах, назначив нового туда человека. Вот эти три крупные задачи, которые сегодня стоят передо мной, фактически, но которые вам придется реализовывать. Ну и потом вы уполномоченный президента по Брестской области. Ну он так и останется. Да, ты хорошо знаешь область уже, кадры знаешь, люди тебя хорошо знают. Я не вижу необходимости рокировки какие-то делать. Да и работы, управляющими делами там предостаточно. Я пригласил в службу безопасности человека, который занимается некоторыми вопросами, по которым вы будете пересекаться со службой безопасности. Поэтому есть смысл сегодня несколько слов оговорить эту тему. Ну и вы, я думаю, вдвоем потом сядете и подумайте, как вы будете работать по тем вопросам, которые относятся и к вам, и к службе безопасности президента. Продолжение следует...